Глава, третья глава нашей книги, называется «Бегалатха». Это книга Чисел, Бабидбар, восьмая глава, сначала главы, и по двенадцатую главу, шестнадцатый стих. И автора, пророк Захария, вторая глава, с четырнадцатого стиха, по четвертую главу, седьмой стих. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, «Вей Дабер, Аданай Эль Маше, Ле Емор, Дабер Эль Агарон, Ве Амарте Эл Лав, Бе Агалатха, Эд Ханайрод, Эль Муль Пней, Гаменара, Яиру Шиват Ханайрод». Говори Абарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники, буквально скажи ему в процессе поднятия, в процессе поднятия к светильникам, Эд Ханайрод, светильников, получается, уменительный поддержка, как получаются, светильники. Да, дальше идет Муль Пней Гаменара, Муль Пней, Муль означает против, лица Менары, Яиру, значит, будут они светить, Шиват Ханайрод, будут светить, семь свечей. Можно перевести по-разному, можно перевести, как бы, к центру они должны светить, либо к лицевой стороне Менары, либо, как бы, к лицу священника, да, вы понимаете. Здесь есть некоторые варианты перевода. И сделал так Аарон, к лицевой стороне Менары зажег он светильники, ее, как Бог повелел Маше. Итак, первая заповедь, которая здесь дается в этой лаве, о зажигании светильников. Дальше говорится о подготовке левитов к работе в переносном храме, сроке служения левитов и законы Песаха для евреев, которые не могли принести жертву Песаха в месяце Ниссане. Вы знаете, что может быть две Пасхи, если вы не успели принять Песах в тот месяц, да, то через месяц вы можете повторить, да, как тот программист. Я уже говорил, пошел в ванну и не вернулся, потому что он взял шампунь, и там было написано, выдавить в крышечку шампунем, да, втереть голову, смыть, повторить процедуру. Так он и зациклился. Так что евреи, если они не смогли быть достаточно чистыми в Песах, да, они могли повторить процедуру через месяц. Хорошо. Дальше говорится об облаке, о сигналах сбора, отрублений. Тоже очень интересный момент. Как шел стан Израиля. И такая вот своеобразная вставка о расставании Итро, который был тестем Маше, помните? И дал определенные советы. И очень интересный момент, который говорится о ропоте в Стане, и ропот закончился пожаром. О требовании мяса. Мясо. О-де. Мясо. О-де. Рыба, да. Знаете, одесское мясо, одесская рыба. В Херсоне там другие лозунги. Хорошо. Итак, давайте начнем. Когда будешь зажигать светильники, да, а-ла, подниматься. То есть, б-а-ла-т-ха, в процессе твоего подъема, в процессе твоего подъема к светильникам. Для того, чтобы светильники зажечь, нужно было что с ними? Подняться, да. Минора была метр восемьдесят высотой. И, кроме того, минера стояла на подставке. И где-то это получалось около двух метров. То есть, надо было подняться для того, чтобы зажечь эти светильники. И здесь говорится еще также о подготовке служения служителей. То есть, помазание на ответственность. Потому что это не только власть, но и страх Господень. А то, он исплатит по собственным счетам. И видите, когда мы можем подняться? Когда мы перед этим опустились. Правда? Поэтому, есть такое интересное понимание, что выбор более смиренной позиции, да, ты будешь определенно больше. Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случился. Кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя его подойдя, не сказал тебе, уступи его место. И тогда ты со стыдом будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подойдя, сказал, друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобой. Помните, правильно рассадить гостей, да, в особенности в некоторых культурах, это может быть, даже после этого и войны начинаться могли. Правда? Из-за чего по второй храм погорел, помните? Говорят, из-за двух камца и бар камца. Пригласили не того человека, да? И потом тот человек обиделся и пошел и сделал пакость мелкую. Из-за этого началась война и загорел храм. Всякий возвышающий себя сам унижен будет, а унижающийся себя возвысится. От Луки, 14 глава, с 8 по 11 стих. То есть, видите, когда мы зажигаем свет, мы поднимаемся. И для того, чтобы этот свет горел, нам необходимо подняться. И Тора рассказывает о том, как первый день месяца Несана началась служба в переносном храме в Мешкане. И первый день были приношения. Глава колена Игуды принес. Во второй день глава колена Исахары. И так далее, 12 дней месяца. Интересно, что каждое колено, и описывается, вроде бы они приносили одинаковые дары, да? Но каждый, дар каждого человека, даже если они кажутся одинаковыми для нас, то всех дорого. Нельзя сказать, что все 12 календарь, и вот все принесли по одному блюду, по одному такому-то, 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 и все. Но каждый, даже если что-то похожее, дорог для нас. И второй вопрос, куда светил свет? Куда светил свет, да? Лицевой стороне светильника зажег он лампадой его. Ну, если мы видим такую минору с ровными лампадами, да, то что получается? Вроде бы все одинаково. Но дело в том, что кроме свечи самой, да, светилем, значит, была такая чашечка. Оказывается, эти чашечки стояли неровно, вот так, как у нас изображает. Они были направлены в определенную сторону. Во-первых, они были направлены вперед, да? Потому что к задней стенке там не нужно было больше света. Ну, вот как фонарик, да, фокусирует. И, во-вторых, все эти семь фонариков, они были направлены к центру. То есть, центральный фонарик светил прямо, да? А все остальные фонарики, каждый был направлен к центру. То есть, своего рода, получился комсомольский прожектор, да? Что означает прожектор? Видите, что он позволяет? Он позволяет концентрировать свет. Внимание человека, оно похоже на прожектор. Можно повернуть так прожектор, что свет будет рассеянный на все. И вот наше влияние, внимание, может быть рассеянное. Но мы можем сфокусировать свое внимание на что-то. И внимание в скине, где фокусироваться, да? На центральной площке. Центральная площка что символизирует? И шо. Центральная площка символизирует и шо. То есть, по мнению Арамбама, означает, что фитили шести боковых лампад должны быть наклонены к центральной. Центральная лампада наклонена к западу. Поэтому называется в Талмуде западной лампадой. Еще Талмуд Шаббат спрашивает, нужен ли свет Всевышнему? Если он сам есть свет, правда? Но оказывается, не только Всевышний свет, но и мы свет. И мы подобны той минарую, который зажигает. Зажигает один светильник, когда в Хануки, а потом от этого светильника зажигают все остальные. И первый светильник перестает гореть после этого или горит тускло? Нет, правда? Все светильники горят. И чем больше светильник зажигается, поэтому в одном месте Иисус говорит, я свет миру. Это Иоанна 8 глава 12-13 стих. Но в то же время мы помним, что в Евангелии от Матфея кто говорится свет миру? Мы свет миру и мы соль земли. Поэтому Иоанна 8 глава 12 стих говорит, что еще свет миру, а Матфея 5 глава 13 стиха, что говорит? Говорит, что вы являетесь светом мира, то есть мы являемся. И 1 Иоанна 2-8 говорится, и при том новую заповедь пишу вам, где есть истина, и в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Мы видим новое ли это заповедь? Это заповедь Торы, да? Когда говорится, новую заповедь дают, это означает более важное, больше концентрируется наше внимание. Из беседы Любавичского Рэбби. Светить всегда, светить везде. Светильник безусловный традиционный символ еврейства, а вовсе не Маген Давид, как многие ошибочно полагают. Потому что Маген Давид возник когда? Уже в Средневековье, и больше связан с каббалистическими знаками. Но светильник – это самая минора, и поэтому во второй считается пророк Захария в эту неделю. А там что? О чем сказано? О светильнике, о миноре. Со слов пророка Захарии, весь еврейский народ сравнится с золотой минорой. Вы помните, она была монолитная, выкованная из цельного куска золота. Каждый из семи ее светильников представляет собой масляные лампадины. Светил по-особому. Но все они давали свет такой силой, что окна в храме расширялись, чтобы выпустить свет наружу и освещать весь мир. Еврейская душа – это светильник, который призвал освещать окружающее пространство светом Торы. Не случайно число светильников – семь. Каждый светильник соответствовал людям разного склада характера. Каждому еврею по-особому сочетаются различные душевные качества, которые в еврейской философии насчитывает как раз семь душевных качеств. Отсюда и семь разных подходов к служению Творцу. И хотя у всех одна общая цель, достигалась она различным путем. Каково же было величие первого священника Аарона, если он собственноручно зажигал все светильники на мидре? И все, потому что, словом мудрецов, любил свет и стремился к миру, и любил все тверения и приближал их к себе. Это сказано в Перкей Авод 1.12. Только таким на основе любви и приязни может быть универсальный подход каждому еврею, даже к такому, который несколько пренебрежительно именуется Божьим творением, если ему нечем больше похвастаться. Каждая еврейская душа сравнится со свечой. Человеческая душа, как Божья свеча. Свет – это не только конечная цель, когда весь мир будет наполнен Божественным светом. Свет Торы еще указывает нам путь к этой заветной цели. Тора сама является светом, потому что Ара – свет, да? А Тора – учение, да? Поэтому говорю, что Тора? Тора – Ара. Учение – свет. Тора – Ара. А чтобы зажечь огонь любви в еврейство каждой душе, нужен священник. Такой первосвященник в нашем поколении есть. И дальше пишет, что это Рубавич Скоребель. Но я верю, что это кто? Ешуа Мессия. Конечно. Так. И есть такая притча. Ра Шаба. Это Араби Шалом Довбер. В чем состоит назначение Хасида? Хасид – это не только Хасид, который принадлежит к определенной категории верующих. Мы говорим, что Хасид – это кто? А слово Хасид – благочестивый. Хасид – благочестивый. Праведник. Хасид – это фонарщик. Неожиданный и странный ответ. Можно представить себе удивление еврея. Но давайте вспомним, что это было за время, когда только появились газовые фонари. По улицам ходили люди с длинными шестами и горящие пакли на конце, с помощью которой с наступлением сумерек они зажигали фонари. И тьма отступала. Идет еврей по улице с названием «Жизнь». И мало ему того, что у него есть тора, и ему самому светло, но он хочет сделать светлее жизнь другим. И не просто посветил и пошел дальше, а зажечь другого так, чтобы он сам становился таким же фонарщиком. Освящал путь нашему праведнику Машеху. Хорошо? Видите, я не всегда все вещи любавческого ареба разделяю, но некоторые притчи очень хорошие. Мне как-то подарили вот это 365 изречения аребы, там тоже есть интересные вещи. Вы можете читать, но, конечно, читайте это как медраж. Так же говорится в главе Бегалатка об облаке. Облако пребывало над Скинией, там, где стояли евреи. Пока облако было над Скинией, стояли евреи. Если задерживалось облако над Скинией много дней, то и сыны Израиля следовали указанию Бога и не двигались. А бывало, что облако оставалось над Скинией несколько дней, и по указанию Бога останавливались, и по указанию Бога, что они двигались. И бывало, что оставалось облако с вечера до утра, и как поднималось облако утром, они двигались. А если оно было днем и ночью, то лишь когда поднималось облако, они двигались. Или два дня, или месяц, или год, если задерживалось облако над Скинией, стояли сыны Израиля и не двигались. А когда облако поднималось, что они делали? Двигались. Двигались. Рамбам говорит, что здесь сказано об евреях много хорошего. Стоят в неудобном месте. Надоело. Уехать бы отсюда подальше. Но облако стоит на этом месте. Евреи не едут и даже не говорят о поездке. А бывало наоборот. Люди едут долго и очень устали. Наконец остановились. Не успели как следует отдохнуть, и вдруг облако двигается. Дан приказ сниматься с места, и они идут беспрекословно. Или более того, на ночь остановились, а утром снова в путь. Или остановились на целые сутки. Думает, длительная остановка начинает разгружаться. Только они разгрузились, что облако опять поднимается. Это показательно для нас. Не мы решаем, куда идти, и когда, и что делать. Мы должны быть чуткими и послушными Духу Святому. Хорошо. И 9 глава 15-20 стих. По указанию Господню двигались сыны Израиля, и по указанию Господню останавливались. А есть еще и Новый Завет, который комментирует это. Помните? Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были где? Под облаком. Не просто, да? Под облаком. Не рядом с облаком. Облако шло впереди. Оказывается, они были под облаком. И все прошли сквозь море, и все крестились в Моисеи, в облаке и в море. Да? 1 Коринфянам, 10 глава. Сначала главы. Хорошо. И было, когда двигался ковчег, говорил Моше, встань, Бог, и рассеются враги твои. Мы даже поем, правда? И разбегутся ненавистники твои от лица твоего. А когда останавливался, говорил, верни, Бог, десятки тысяч Израиля. Это 11 глава нашей книги, 35 по 36 стих. Хорошо. То есть, видите, Моше как бы даже давал команды Богу. А что же это означает? Моше слушался Бога или Бог слушался Моше? А почему же Моше говорил, встань, Бог? Потом говорил, остановись, Бог. Помните, вы никогда не забывайте. Принцип называется синергия. Синергия или синергизм. Совместное действие. Моше говорил по воле Бога. Да, правда? И поэтому Бог слушался Моше. Помните, принцип синергии какой? Всполни его волю как свою, да? И тогда он исполнит твою волю как свою. И Ешуа комментирует это. И тогда, чего вы не попросите у Господа, он сделает вам. Но только при этом единственном условии. Хорошо. Еще можно озаглавить каждому по потребностям. Да? Это какой принцип? Коммунизма. Поэтому у меня следующий залог. Каждому по потребностям, но не больше. А то будет долговонять. Из анекдота. Господь кормил наших отцов в пустыне манкой, а также гречкой и перловкой. Манкой кормил Бог? Маном. Да? Это мужской род. И он кормил маном. Эта масса называлась ман. И вот интересно, что каждый собирал этого мана сколько мог. По своим возможностям. Да? А каждому получалось по труду? От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Это принцип коммунисты взяли именно из этой недельной главы. Ну, даже из таллистических мандражей. По этому поводу. Оказывается, что принеся собранный ман домой, он обнаружил, что его количество в точности соответствует числу ртов в его семье. По амеру, то есть это определенное количество, да? На душу не больше и не меньше. То есть суточная пайка. Если у него было в семье пять детей, сколько он плосил? Ну, на себя, на жену, на детей семь амеров, да? А вот если кто-то собирал больше, да? Тогда он что делал? Делился с другими. А если бы он собрал не семь амеров, допустим, а восемь или девять? Что происходило с лишним маном? Вот, заводились черви. Поэтому для того, чтобы не заводились черви, помните, мы говорили, когда не было холодильника, люди что делали? Делились друг с другом. А холодильник – это такое средство, которое отделяет людей и не дает им возможность провести божескую милость. Ну, вот сварил курицу, съел полкурицы. Что за вторую половину будешь делать? Холодильник. Да, правильно, на следующий день. Сделал 30 котлет. 20 котлет съел, как я, например. А 10 осталось. Что с ними делать? Да? Соседу, 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 да. Вот поэтому раньше люди делились, да. Единственным исключением, когда ман не портился, помните, была пятница. И тогда еврей приносил мана вдвое больше обычного, и поэтому ему выпадало и хватало на субботу еще. Чему это нас учит? Чему это нас учит? Да. Да. А если вы просите 100 долларов, да? Вот получили, значит, остальные там 90 долларов, они что? Завонялись. На завтрашний день смотрите, а этих долларов что? Нету. А вы хотите накопить на что-нибудь такое большое. Господи, Господи, дай мне мерседес. Можете вы накопить на мерседес? Да, оставлю с этих 100 долларов, да, допустим, оставлю половину, потом еще доложу, потом еще доложу. Можно было так? Просишь, Господи, дай мне мерседес, Господи, дай мне мерседес. Дай тебе мерседес. Бамс на голову, да? И мерседес тебе сваливается на голову. Как было в случае с этими куропатками или перепелками, да, которые подали им на голову. То есть, человек, да, от соблазна приобрести лишнее, накопить, с чего начинается всякая зажиточность. Дальше. Евреи имели время, да, чтобы не отягощенное хлопотом, а материально посетить себя ознакомлением к божественным учениям. Ману выпадал там на пару часов в сутки, да? Вот что они успевали за эти пару часов собрать, да, поднималось заря, солнце, поднималось и все. Ман исчезал, испарялся. У них необходимо им было по 8 часов в день работать? Нет, да? Но зато работать надо было каждый день, кроме субботы. Кроме субботы. Хорошо. Значит, видите, добывая себе хлеб по телеца, человек может оставаться, тем не менее, выше материальных интересов. И тогда, даже если на учении и добрые дела ему остается не так уж много времени, именно этими часами и минутами он живет и отдает свой разум и свое сердце. Его не слишком занимают заботы о завтрашнем дне, ибо он уверен, тот, кто дает жизнь, дает и пропитание. И это и есть школа доверия. Ну вот смотрите, выпускают какую-то там продукцию, и ее выпускают, 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 и в конце концов получается ее слишком много, да? Говорит, зачем, зачем, говорит, нужен новый трактор? Для того, чтобы этим трактором выкопать, значит, еще один там рудник и добыть еще больше рудника. А зачем нужно еще больше руды? Для того, чтобы сделать больше тракторов. А зачем нужно больше тракторов? Чтобы еще больше руды накопать, да? И возникает замкнутый трух. И человек, зарабатывая деньги, а потом ему хочется заработать еще больше денег, чтобы заработать на эти деньги еще больше денег, замкнутый круг. Люди превращаются в работоголиков. И мы видим, что часто говорят про евреи, некоторые, изучающие Торы, ленивые евреи, да? Но в действительности, если мы даем время на изучение Торы, если мы даем время на служение Богу, то за то небольшое время, которое у нас остается на работу, мы можем заработать больше, чем тот, кто суетится. Потому что придут всякие пожирающие, ну, по нашему пониманию, ракетеры, начнут тебя обзирать, милиция, санинспекция и так далее, и так далее. И несмотря на то, что ты в субботу заработал, допустим, в своем магазине, сколько-то тысяч долларов, ты что произойдет с тобой? Уйдет и уйдет еще больше за счет этих пожирающих, правда? Вот поэтому делается в Новом Завете, да? Вывод, что надо быть благочестивым и довольным. И еще тоже говорит, хлеб наш насущный. Что значит насущный? Тот, который необходим для нашего существования, да? Вот, и не надо, чтобы слишком много. А то мы стараемся, стараемся и устаем от этого. И не остается нам времени на что-то другое. И вы помните, был такой мудрец, Конфуций, да? Он жил примерно во времена пророка Исаии. А так как колено Ашера, вы помните, оно было торговым, коленом, то говорят, что Конфуций был евреем из колена Ашера. И он сказал очень хорошую и умную вещь, да? Подумай хорошенько, можете это записать, да? То, что кажется тебе необходимым, что на самом деле? Излишне, да? То, что кажется тебе необходимым, на самом деле, излишне. Хорошо. И дальше говорится еще, вот видите, что интересно, кстати, что эта недельная глава, о которой мы говорим, Бега Латка, обычно связана с Шавуот. То есть считается в дни Шавуота или перед Шавуотом. Перед Шавуотом. И где-то день урожая, говорится, да, о дне Господнем, о пришествии Мессии. И все это показывает, что? Был урожай у евреев, правда? Был урожай? Был урожай. Они получали, да? Они получили в Шавуот Тору, но они получали хлеб с неба. И Шавуа это что? Хлеб жизни. И этот хлеб дается нам не на один раз, да? На каждый день. И каждый день мы должны обновлять наш завет Сейшуа и получать новую порцию жизни. Правда? И это нам необходимо. Еще говорится о левитах, да? И помните о том, что первенцы были заменены левитами. Первенцы были заменены левитами. Хорошо. И говорится еще одна такая важная тема. О прихотях. О прихотях. Это одиннадцатая глава. И стал народ как бы раптать на Бога. И услышал этот Бог. И возгорелся гнев его. И загорелся у них огонь Бога. И пожрал край стана. Да? Видите? Стал народ как бы раптать на Бога. Тут даже не говорится о таком рапоте, да? Как бы раптать? Они тихонечко друг другу говорили. Но Бог это услышал, да? Есть другой перевод. И стал народ как бы раптать на злое вслух Господа. Видите? Услышал Бог, да? Раптать на злое вслух Господа. Вслух Господа. Народ стал раптать. Ваехи гаам кимекектаним. То есть как бы ропщущийся. Он не метаниним, извиняюсь. Метаниним. Он был кеметаниним. Как бы ропщущий. То есть они были подобны ропщущими. И Господь услышал. И только из-за этого воспламенился гнев его. Есть еще такой перевод. Да, и помните, что они говорили. Если бы мы умерли от руки Господа в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеба досыта, ибо вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрания уморить голодом. Какие нехорошие люди Машей Арон. Взяли и вывели их. А им так хорошо было. Каждый день мясом кормили. Огурцы давали, да? Розами их кормили. Ну так, может, они говорят, что мы сидели у котлов с мясом. Еще некоторые равеные говорят, что это не значит, что они кушали мясо. Сидели и нюхали, как там мясо хорошо пахнет. А кушали это мясо египтяне. Есть и такой медраж. Но видите, часто нам то, что мы получаем, кажется мало, а то, что мы теряем, кажется, что мы потеряли очень много. Такая же история в исходе происходит. 17 глава с 1 по 7 стих, только там было связано с водой. Рефидимий. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждой нас и детей наших, и стада нашей. Но в том случае Господь прислушался к жалобам евреям и сделал так, что из скалы забил источник. А здесь уже ситуация иная. Здесь интересно, чисел 11 дробь 10 говорит, Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих. Стенания, капризы, жалобы на судьбу. Это, видно, превратилось в регулярный, популярный способ проведения досуга. Стоило евреям собраться вместе, как встреча их тут же выливалась в совместное рыдание. А у нас что ли не так? Ой-вэй, вы знаете, а придет свинячий гриб. Ой-вэй, а маски подорожали. А я пошла вчера в экстеку, и 400 гривен потратила на одни лекарства. Ой-вэй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, начинает. Вот у нас, как соберутся люди, значит, это три темы для разговора, да, по важности. Первое, если верующие, они всегда начинают злословить по отношению друг к другу, да. Второе, это цены, это цены на базары. И третья тема – здоровье. Я иногда уже говорю, ну, хватит уже, давайте поговорим, кто какие книги читал, кто какие фильмы смотрел. И тут на меня так это смотрят, знаете, да, на польский паспорт, помните, Маяковский, выпящие глаза в той полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за еврейские новости, да. То есть, видите, у людей, оказывается, сущность не изменилась. Если бы в газетах писалось, что Бог хорошего для нас делает, для нашей страны, правда? Слава Богу, что мы живем в мире, что нас не касаются многие вещи, что экономический кризис, экономическим кризисом, но положение у нас стабилизировалось. Слава Господу, что у нас нет каких-то, не знаю, которые шагают, баршируют со свастиками, там, или танки не ходят. Да, что мы можем провести свободные выборы, правда? То есть, мы можем много найти хорошего. Почему бы не говорить об этих вещах? Но люди всегда начинают говорить о плохом. Вот так этот обычай, таким образом, проводить время, как говорит Медраж, стынания, капризы и жалобы на судьбу превратились в популярный способ провести. Проведение досугов. И стоило евреям собраться вместе, как их встреча, то уже являлся совместные рядания. Вот. И, в конечном счете, это был плач по поводу ожидающего каждого неминуемой смерти. И ропот такого рода вызвал гнев Божий. И он вверх даже отчаяния Моисея, который был терпеливым, да? Он говорит, «Для чего ты мучаешь, работаю? Почему я не нашел милости перед дочами твоими? Ты возложил на меня бремя народа этого. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед дочами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Как жалуется один молодой человек своей маме, да, молодой, не молодой. «Ой, мама, ну не хочу я туда идти. Ну, мама, я себя плохо чувствую, я туда не пойду завтра. Там, там так страшно. Они меня так не любят. Они презирают. Они обо мне говорят все плохое. «Мама, что мне делать? Иди, сынок, иди, сынок, в свою церковь, потому что ты пастор этой церкви». Правда? Вот так и введный Моисей жаловался Господу за неимение мамы. Он жаловался Господу. И что? Сброд, который среди них, они названы сброд, сброд, орув, то есть смешение. Смешение. Это были в основном кто? Те евреи, которые изучали Тору или всякие такие, которые присоединились к ним, да? Началось все со сброда. Вот, который сидел, выловил них, стал проявлять прихоти. И снова заплакали сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясом? Да? Значит, «Ве хасавсуф ашер бекербо». Вот это называется сброд между ними стал обнаруживать прихоти. И вот кто накормит нас мясом? Вначале было неопределенным оттавлением духа, а затем стало политическим лозунгом. Правда? Как говорили в советское время, во времена Сталина, Брежнева и Андропова, на вопрос «Как живешь?» еврей отвечает «Нельзя сказать, что плохо». Правда? Хорошо. Такие у них были определенные моменты. И дальше «Ваяхи гаам, кимит это ним, ра бе эйны га шэм». То есть народ был робщищем дурное в глазах Господа. Робщищем дурное. То есть слово «ра» означает дурное, злое, зло. Или жалуется дурно. Или это дурно было в глазах Господа. И помним мы рыбу, да, 11 дробь 5, которую мы ели в Египте даром. И огурцы, и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А теперь душа нашей сохлая. Нет ничего, кроме мана этого, который перед глазами нашими. Глаза бы мы его не видели, да? Ну, я вот перевожу на современный язык. Всегда стараюсь историю переводить на современный язык. Ну, разве дело в огурцах, правда? Дело не в огурцах. Ман, он был полезен и во всех отношениях. И все там было сбалансировано, правда? То есть все витамины беретки, жиры, углеводы, минеральные соли и все, что необходимо там было. Но им хотелось именно вкус. Да? Б, Т, О, Вон. И что мы говорим? О, Вон, это какой грех? Да, грех желания, грех плоти. И тогда случилась с ними определенная вещь. Да? Помните? Ну, и что случилось с ними дальше? Помните? Заболели они, что там, птичьим гриппом и помирли сколько-то там тысяч человек, да? Ужрались. Ужрались. Хорошо. И начался пожар, помните? Эш, огонь. Потому что гнев Господа это огонь. И мы должны помнить, что Господь огонь поедающий. Даже если мы шепотом говорим что-то. хорошо. Маше и Итро. Вот интересно. Значит, 10 лава, 29 стих. Сказал Маше Хававу, сыну Реуэля, медианитянину, отправимся мы в то место, да, которым сказал Бог его отдам вам. Иди же с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Бог обещал благополучие Израилю. Но Хавав сказал ему, не пойду, но в страну свою и на родину свою я пойду. Значит, Хавав, некоторые говорят, что это есть Итро. Помните, что некоторые библейские персонажи, они имеют что? Несколько имен. Хорошо. И дальше, видите, отправимся мы. Маше был уверен, что они через три дня достигнут страны Израиля. Но потом народ согрешил и роптал, и пришлось сорок лет ходить. Мы об этом будем говорить в следующей главе. И Итро мог разделить, да, мог разделить вместе с израильтянами их судьбу. Но что сделал Итро? Вернулся домой, да? Как вы думаете, почему? Есть еще такие переводы. И сказал Маше Хаваму своему тесте, будь нашими глазами. Будь нашими глазами означает будь тем примером, тем символом, который всегда будет у нас перед глазами. Помните, что Итро был не евреем, но он возбудил рневность в евреях. Он помог евреям что сделать? Помог евреям организовать все правила судов и так далее. он что помог евреям? Первый придумал благословение, благословенный Господь Бог наш. Помните, мы говорили? Да. То есть, будь нашими глазами. Но Итро сказал, что есть люди, которые не знают Бога, да? И я пойду к ним. Хотя они и язычники, и я знаю, что они останутся язычниками, несмотря на все, да? Но я буду с ними и буду говорить о Боге, чтобы они тоже знали Бога Израиля. Хорошо. Их Бемидбар, 12 глава, 6 стих. И сказал он, слушайте слова мои, если месть между вами пророк Бога, то я в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим маше, во всем доме моем доверенный он, из уст уста говорю я с ним, и явно они загадками, и образ Бога видит он, как же вы не боитесь говорить против раба моего маше. Вот смотрите, интересно. Оказывается, маше был одним особенным качеством обладал. Что? Ему не нужно было взывать к Богу, ему же нужно было молиться, он мог говорить с Богом, правда? Лицом к лицу. И есть еще место, где говорится, что порока подобного маше я поставлю тебе. И кто это порок подобный маше? Ешуа Мессия. А дальше еще маленький отрывок называется Ах, Маша, Маша. Кто же это Маша? Да и наша. Мирьям, да. Помните, что она злословила, да? Она злословила. Что с ней случилось? Проказа. Поэтому не надо злословить, надо всегда искать в людях оправдание. даже если вы думаете о них плохо. Поэтому я вам расскажу два анекдота, которыми и закончу. Случай первый. Два региозных еврея идут на улице Иерусалима в субботу. Мимо них проезжает такси, а за ней гонятся их общезнакомые. Вот это да, говорит один, никогда б не думал, что Брэб Мойше способен нарушить субботу. Субботу ехать положено? Нет. Подожди, говорит, второе. Тора не велит нам осуждать людей преждевременно. Может, у него хорошая причина мнаться за этим такси. Ну, например, его жена должна родить. Но она родила на прошлой неделе. А может, ей надо к врачу? Так он сам врач. Ну, тем более, значит, его срочно вызвали на работу в больницу. Да, больница днём в двух шагах, притом в другую сторону. И вообще, стал бы надевать свой лучший галстук, идя на работу в больницу. А я не заметил галстук. А как ты мог его заметить? Ведь он же был прижат багажником этого такси. Зажал его багажником галстук и лежит он, бедный, затем такси. Они обсуждают, почему Рэм Маше бегает за такси в субботу. Случай второй. Вот уже больше часа по израильской трассе мирно едет автобус, а за ним обычная легковая машина. Вдруг машина начинает сигналить автобусу, пытаясь его обогнать, а затем идёт на обгон и круто перерезает путь автобусу. Но это дело не заканчивается. Водитель легковушки подбегает к автобусу с однозначным требованием пустить его. Едва оказавшись в салоне автобуса, человеку, сидящего на заднем месте, бросается на него и валит с ног. Бандит, террорист. Нет, это врач-кардиолог, одно из ведущих израильских больниц. Следуя за автобусом, он профессиональным взглядом увидел подозрительное движение одиноко сидящего на заднем сидении автобуса пассажира, явно свидетельствующего о надвигающемся террористом приступе. Не теряя ни минуты, врач-кардиолог предпринял мыслимые и немыслимые усилия, чтобы спасти человека. И надо отдать должное, это ему удалось. Поэтому говорится Тора, что надо учиться, и мы это делаем постепенно, понемногу, учиться судить обо всем и обо всех с лучшей стороны. Мы незаметно для всех себя, самих себя приобретаем и вырабатываем позитивный взгляд на мир. Помните, когда-то Бог дал откровение, позитивному мышлению научиться должен я, а для этого я должен Тору каждый день читать и ее выполнять. Следяя за своей речью, мы учимся использовать по назначению этот уникальный дар Творца, который отличает человека с животного, а избавляя свое сердце от ненужной злобы и подозрений, мы те сам увеличиваем в нем место для счастья и добра. Хорошо.